здравствуйте дорогие друзья ребята продолжаем челлендж персональной продуктивности я призываю вас пробивать потолок того что раньше вам казалось невозможным старайтесь вкладывать в свое здоровье каждый день старайтесь вкладывать в развитие своего сознания и своего мировоззрения каждый день повышайте интеллект и никогда никогда не оправдывайте себя в том что у вас нет времени или обстоятельства против вас сегодня друзья мои я забыл ноутбук и мне неоткуда прочитать ваши замечательные вопросы поэтому я выписал их на доску зачитываю и мы с вами работаем поехали ребята на платформе youtube леонардо задает вопрос защита от солнца алексей как вы относитесь к загоранию какими кремами вы пользуетесь стоит ли им пользоваться вообще и мое отношение к солярию и загоранию в принципе ребята дорогие мои огромное спасибо за ваши потрясающие вопросы как всегда обязательно их пишите внизу в комментариях если ребята у вас есть что-то чтобы вы хотели чтобы мы разобрались здесь на канале обязательно пишите конечно не забывайте подписываться ставить лайки этим видео ну чем все как обычно но самое главное для чего вы здесь это для информации для того чтобы становиться подкование и лучше поехали друзья мои по поводу загорания и солнца самое важное что вы должны знать что солнечные лучи питают человеческий организм солнечные лучи это энергия которая вам нужна для жизнедеятельности не нужно бояться солнца не нужно бояться загорать в разумных пределах мы питаемся солнечной энергией витамины группы d вырабатываются в ответ на солнечный свет ребята это очень важно понимать и не избегать его когда вы уходите на пляж не нужно постоянно сидеть под долбаным зонтиком но и не нужно сразу сломя голову бледный как поганка бежать на солнце и сгорать в один день обязательно используйте защиту сильную защиту жирные крема которые не смываются от воды потому что многие ой боже она такое мерзкое намазали она впитала за две минуты сгорели и потом выходите как вот господи жалко на это смотреть ну что больно людям отпадает кожа слоями потому что все сгорают первый день отпуска и потом получается горе и беда ребята важно понимать что подход к загоранию должен быть постепенным так как и подход к любому упражнению например в зале вы же не подбегаете сразу не жмете 300 килограмм штангу она возрастает чертовой матери вы обгорите на солнце без защиты защиту обязательно жирную использовать и влагоустойчивую к солярию какое мое отношение да точно такое же как и к солнцу если вы думаете о том что солярий вреден вы говорите сейчас о тех ребятах которые ходят как куры гриль 12 месяцев в году которые ходят на 30 минут солярий там засыпают и через день или каждый день это делать это ребята очень нездоровая привычка это путь к меланомии очень неприятная история связанная с онкологией поэтому ради всего святого если вы хотите превратить себя в загорелого человека в течение зимы и хотите ходить в солярий пожалуйста не поленитесь сходите в лабораторию сдайте кровь на анализ онкомаркеров и вам скажут если у вас повышенные онкомаркеры никаком солярии речи идти не может и тогда нужно и солнцем обращаться тоже очень осторожно если онкомаркеры внизу и они не имеют никакого повышенного характера то ради бога загорайте себе на здоровье главное друзья мои это всегда подходите с точки зрения благоразумия ко всем вопросам на солнце намазались кремом загорайте ребята я вам больше скажу у нас в праге более 100 дней идет дождь в течение всей зимы крайне редко когда выходит солнышко и в таких случаях я показываю походы в солярий таких случаях ребята которые живут в северных районах ходите в солярий на 3-6 минут один раз в неделю это никоим образом не навредит вашему здоровью это никоим образом не навредит вашему самочувствию вопросов по онкологии меланоме даже если повышенные онкомаркеры это ни к чему не приведет ребята важно понимать что вам нужен ультрафиолет для здоровья не нужно превращать себя в поганку и жить и как горлом в пещере морая прелесть помните этого засранца который был бледный с выпавшими зубами и волосами солнце дает нам здоровье в отсутствие солнца на солярий вы можете рассчитывать на 3 максимум 6 минут в неделю или в 10 дней как вам нравится это абсолютно безопасно ребята как всегда огромное вам спасибо за ваши потрясающие вопросы обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео ребята и до следующего выпуска друзья мои а он будет уже завтра только вперед